Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, султан Эрдоган никак не угомонится, да, друзья мои? И ему недавно подарили глобус Турции, как вы думаете? Вот это сильный шаг, сильный ход. Ну, да, немножко я перегибаю палку, не глобус Турции, а новую карту Турции, которую для него сделал глава партии национального движения Турции Давлет Бахичли, подарил президенту страны Реджепу Таипу Эрдогану карту турецкого мира, на которую попали, в частности, некоторые регионы России, в том числе и Восточная Сибирь. И Бахичли очень долго... У меня все время Бахитле, да, хороший магазин, а тут Бахчели. Вот какой Бахичли, видите, друзья мои, Бахчели. Такого человека, главу партии, который всю, одним махом, рощерком пера, в Восточную Сибирь захапал себе. Ну, как мы понимаем, там еще и, получается, и Кавказ, и Закавказье, и Северный Кавказ. Все это тоже турецкие интересы. Как мы понимаем, и Крым, и Краснодарский край, это тоже все это турецкое. Поэтому, не знаю, докуда он это собирается так отхватить. Но, думаю, ну, конечно, территорий, не знаю, как насчет территории Украины, что он там еще, еще куда за мысли, потому что, ну, раньше это была территория Турции. То есть, Крым, там, крымские ханы все время шуровали. Не будем об этом говорить. Ну, вот сейчас, а некоторые территории России, Балкан и Сенцзянь, уйгурский китайский, ну, нынешний китайский округ, значит, закрашены желтым и оранжевым цветами. То есть, это тоже интересы Турции. То есть, друзья мои, султан, вот хочется сказать, в общем-то, такие сведения, что еле ходит. Да, вот, на каких-то съемках он там и равновесие теряет. И уже, как бы, ноги еле передвигает. Выглядит плоховато. Таип, Раджипыч, нет. Раджип, Таипыч, Таипыч, Эрдоганыч, да. По-простому. Не знаю, где отчество применить. Выглядит плоховато. То есть, душа висит на нитке, а думает не о прибытке, как в пословице говорится, а о миромовом господстве. Вот, друзья мои, честно сказать, я вот не знаю, жители Турции, они одобряют это. Вот им хочется, чтобы их народ в топку вот этой войны, да, вот, это же на самом деле, ну, мирно-то не оттяпаешь. То есть, нужно идти и воевать. Вот готовы ли турки идти воевать за амбиции, ну, вот этого уже достаточно пожилого, нездорового человека? Ну, готовы ли они? Вот мы с вами готовы воевать за амбиции некого такого лысоватого господина, да, вот, чтобы тоже мировое господство получить? Ну, тоже вопрос. Вот готовы вы сказать, да, как говорится, за родину, за Путина мы пойдем отвоевывать новые земли для империи и для этих олигархов? Я, лично говоря, не готов. По мне, лучше вот здесь, на нашей земле, как бы нормальную жизнь для граждан устроить, вот, чтобы здесь было классно, да, вот, чтобы все страны смотрели, говорили, хорошее, хорошее место, вот эта Россеюшка, благодатная, и воля здесь, и искусство здесь процветает, и наука здесь вовсю, и вот товары российские везде ценятся, да, все мастеры, мастера какие-то, все здесь, художники, артисты, все, все российские, ну, хотя бы какие-то, да, вот этим хочется гордиться, а не то, что запустили новую ракету, там, откуда-то, там, Шойгу доложил, запущена ракета, там, сбит спутник, а вчера они еще одну ракету, там, на Белом море где-то бахнули, Белое море, они его там и травят, что-то у них, там, в прошлом году, что-то так, радиационное заражение, то есть, они вовсю там бомбят, прекрасные края, вот, Беломорский, русский север, они загаживают, для обороны, для нашей с вами защиты, да нет, друзья мои, хорошо иметь сильную армию, ну, мы сейчас, мы сейчас о султане, так что же, видите, тот гражданин, которому Путин провел газопровод напрямую к нему, чтобы ему газ наш российский отдавать, построил атомную электростанцию, при том, что у нас, как говорится, в стране тоже электричество стоит за облачных цен, построил электростанцию и продолжает строить блоки, при этом, не получив деньги, ему он отдал С-400, вроде как продал, он же сбивает там, сбил уже не один, самолет и вертолеты, он же, да, то есть, знаете, как в 30-е годы складывается впечатление, тогда, знаете, обвиняли людей, как бы, что агент, шпион, там, к примеру, японской, германской, новозеландской, английской, то есть, всех разведок, там, человек на себя брал все разведки, так вот, возникает вопрос, а, слушайте, не агент ли турецкой разведки некий господин ПЖ, да, который так просто в легкую ресурсы, оружие, вот сейчас там самолеты какие-то в Турцию, он собирается продавать, да, но вот эта продажа, она всегда тоже, знаете, думает, ну ладно, продадим, денежки будут в стране, но оказывается, что это продажа в кредит, который мы же и даем, а потом его и как-то списываем, да, вот на эту электростанцию какие-то кредиты, которые хрен знает когда, отдадут ли их вообще, в мое впечатление, что никогда не отдадут, то есть, строят электростанцию, что-то там пилят какие-то откаты-перекаты, стране от этого, ну, без масла, постный, фигу, постная фигу, в том числе и с Китаем такая же ситуация, то есть, возникает вопрос, уже турецкий, китайский, как мы понимаем, тоже в чем-то еще и японский шпион, потому что, как бы, насчет Курил тоже все время там такой движняк идет, что можно бы отдать, ну, как мы помним, помним, Медведев, а Медведев кто? Так себе это, как говорится, шплинт на подхвате, как говорится, маленький медвежонок на подсосе, я бы сказал, у этого, у другого маленького лысого брата, но он же Норвегии тоже все отдал, то есть, норвежский шпион, вот уже четыре державы, да, ну, а в Германию мы тоже же газ дуем, значит, еще и немецкий шпион, вот уже пять, пять таких государств, чьим шпионом является, и как же он пробрался-то туда, как же он там про это, как же его ФСБ-то про это пропустило органы безопасности, что шпион стольких разведок вдруг, ну, это предположительно, друзья мои, я не понимаю, как можно потенциальному противнику отдавать свои ресурсы, вот это вопрос, вот прямо, который можно задать, как, почему мы, Турция, которая претендует, вообще без вопросов, претендует на территории Россеюшки, на непростые территории, а восточной Сибири, знаете, уже, то есть, он как бы китайцам хочет сказать, ну, вы это, Россию я вообще не учитываю, это все там лысый все продаст, купит и продаст, а вот с вами я еще потягаюсь, то есть, он Россию даже как противника не воспринимает, так, земля, куски, которые он отрежет, как хочет, ну, друзья мои, вот, вот он факт, султан турецкий празднует, где же, где же наш Суворов, да, который, помните, гонял, как говорится, турецких янычар, есть ли у нас он среди генералов, Шойгу является Суворовым, что-то не похож, не знаю, не вижу я Суворовых, а вижу каких-то этих подсеровых, извините за выражение, все, пока.